Три месяца после родов, и мне кажется, что муж не хочет секса. Вопрос. Так может тебе просто кажется, что муж не хочет секса? Мы, женщины, так устроены, что очень любим драматизировать, фантазировать, додумывать за партнера о том, что может происходить. Вот если он прямо в лицо скажет, вот не хочу я с тобой секса, да, вот тогда это повод что? Даже не обидеться. Это вопрос задать вопрос, сказать, дорогой, любимый, а давай об этом поговорим. Мне же важно понять, что произошло не так. Если он скажет, что у тебя там не узенько, у тебя было не так, как было до, тогда скажи, родной мой, здоровое желанное, курс мне в подарок, и у меня там цветочек будет просто сильным-пресильным. Я тебя там обниму влагалищем. Не, не так, подождите, забыла эту классную фразочку, подождите, подождите. И обняла она его как товарища крепкими мышцами своего влагалища. Вот так и скажете своему мужу, что да, пожалуйста, это можно исправить. Что еще может, какие могут быть от него ответы, да, ты перестала там быть какой-то, может быть, красивый, да. Не дай Боже это услышать от мужчин, на самом деле это очень обидно и неприятно. Но это тоже тот вопрос, который нужно и в мужские головы положить, и в своих запоминать, что 3 месяца после рода, это еще очень маленький период, это еще период инволюции, когда только-только все начинает сдвигаться над свои места, где оно там было. Потому что когда был ребенок внутри, все раздвигалось, да, менялся, гормональный фон менялся, меняется структура тела, все меняется. И когда у женщины происходит период инволюции, потихонечку все возвращается на свои места, то дай Боже к 9 месяцам, да, вы снова будете выглядеть так, как вы выглядели до рода. А мышцы тазового дна всегда можно подкачать. Для этого у вас есть Я, курс Здоровое Желанное, волшебный пионбокс, в котором есть все необходимые инструменты для того, чтобы ваш цветочек был сильным, и чтобы ваш муж в сексе был доволен и понимал, что вы там очень сильно и крепко можете его обнять. Мужчинам важно крепость объятий во время секса, потому что это дает их эрекции никуда не исчезать, то есть стимуляция. А женщинам это нужно для того, чтобы больше задействовалось эрогенных зон, нервных окончаний, и тогда разрядка феерична, сильна и очень впечатляет. Вот-вот. Поэтому пищуфи качать после родов обязательно.